Баски, я тату. Всем привет! Меня зовут Елена Баски, и как я обещала, мы начинаем серию выпусков, посвященной конкретным стилям татуировки. Сегодня со мной мастер Сергей Мыш, который специализируется на современных вариациях полинезийской татуировки. Привет, Сергей! Как твой настрой? Ты готов рассказать про тот стиль, которым ты занимаешься? Да. Ну, мне бы хотелось узнать, остался ли стиль полинезийской татуировки в своем родоначальном виде, либо он как-то трансформировался с годами, как ты это все делаешь? Мы ждем. Ну, на сегодняшний день у нас в стране это называют словом «полинезия». Вот часто, конечно, люди путаются там в терминах. Вот, в принципе, чем занимаюсь я. В общем, словом «полинезия» называют, как правило, обобщают стили из-за океании, в которые входят там много всяких островов, типа остров Пасхи, Фиджи, Самуа, Таити, там, Гавайи, Маркизские острова, там, в принципе, Новая Зеландия даже. Вот. И, в общем-то, оттуда произошли многие стили тату, которые немного отличаются, но имеют какие-то общие моменты. Можно ли назвать вообще вот это направление стилей татуировки родоначальником в принципе татуировки? В какой-то степени да, потому как, в общем-то, татуировка и на этой территории существовала, там, до христианства, и она и в Африке была, и, в общем, в Египте, и во многих странах, там, те же курганы со скифскими захоронениями. Но, если конкретно про современное тату говорить, то, в общем-то, оно пришло как раз из Полинезии, что, наверное, в 17 веке, когда там начались всякие корабельные походы мореплавателей и с открыванием, там, осваиванием новых земель, соответственно, оттуда начали сначала привозить, кроме всяких диковинных штук, живых аборигенов татуированных. Диковинных тоже. Диковинных, да. Потом, в общем-то, и моряки сами некоторые стали татуироваться. Для них, наверное, это было неким таким символом того, что они достигли нового континента, да? Я думаю, да, да. И какие-то бывали истории, что кто-то из моряков, там, его там, как в острове Сокрович, наказывали, саживали на берег, а он там обживался и уже потом обратно не хотел, потому что он там... Там же местные принцессы. Ну, типа, да, там семья, там, и все такое. И, в общем-то, можно в исторических книгах найти там не одну подобную историю. Вот. И, собственно, одна из легенд, что... Слово «тату» английское, оно привезено кем-то из мореплавателей в те времена. Оно, собственно, происходит от самуанского слова «татау». Так как у самуанцев, полинезийцев тогда не было никакой письменности, то, в общем-то, этнографы на слух записали его как «тату». Как бы вот... Ну, проще. У нас же мозг любит простые слова. Может быть, да, проще. Соответственно, получается, что какой-то виток вот этой, ну, там, назовем моды, он стал появляться вот в 17-м, наверное, до веки. В 18-м во время вот этих вот попаданий «тату» оттуда, как бы, в общем-то, да. Да, ну вот, и, собственно, обобщают это, обычно называют словом «полинезия», хотя на самом деле эти стили отличаются очень. И там есть разновидности, и, в общем, эти океанические стили, они довольно разные. У них есть что-то общее, но они, в общем-то, все равно все-таки разные довольно-таки. Хорошо, давай я тебя немножечко прерву. Ну, хотелось бы услышать, нам важно осветить стиль татуировки, но важно сама персона, кто делает, потому что это направление узконаправленное, и люди, которые этим занимаются, они обычно очень сильно изучают историю, стараются как-то там совершенствоваться и так далее. Как ты вообще пришел к татуировке сам? Вообще как пришел, ну... Я просто немножечко перебью Сергея, мы с ним работали раньше в одном салоне, у него просто полностью заставленная полка наградами, всякими рамками, там есть даже одна рамка. И я, когда работала, все время ходила мимо, и такое ощущение, что было написано первое место на тату-конвенции 1895 года, и мы все время ржали над этой темой. На самом деле, 1995 года Сергей уже занимал призовые места, поэтому, естественно, как бы, the best from the west. Ну-ка. Вот, ну как я занялся? Я в начале 90-х, я был фотографом, с работой было туго, хотел тату себе, но тогда практически почти не было татуировщиков, никто не знал, как их найти, потому что не было, ну, интернета, там, каких-то досок объявлений. Дикойная штука. Вот, да, и все сарафанным радио было, и вообще таких людей было прям по пальцам сосчитать. И, соответственно, сначала хотел тату себе, но не знал, где это сделать, именно выйти на кого-то. А потом в какой-то момент начал этим заниматься, и как раз что-то решил, думаю, я рисую с детства вообще, сколько себя помню. В общем-то, лучше всего это получается. Тут в чем-то схоже. Наверное, надо заниматься тем, что получается лучше всего. И, в общем-то, чем дольше я занимался, постепенно там чего-то читая, изучая, потому что, конечно, информации и литературы тоже практически не было. Но чем больше об этом... Вообще интернета не было, в принципе. Да, интернета не было, да. С телефонами такими звонили. Чем больше об этом узнавал, тем становилось интереснее, и интереснее этим заниматься. Потом в какой-то момент у меня была жена, с которой тоже она занималась тату, ну, и занимается до сих пор. Мы стали ездить на тату-конвенции, вот, и там набираться опыта, вдохновения, как бы, в общем-то, ну, тоже очень интересно, особенно в те времена, когда сейчас это более доступно. Сейчас это более доступно, но мало кто ездит. И поэтому обязательно мы, как старые с тобой люди, скажем, молодым мастерам, что без того, чтобы ездить по всему миру и посещать тату-конвенции, но на самом деле прогресс у вас будет. Не будет, да, потому что никакой интернет и качественные видео, они не дадут... Настоящего правдива. ...живого общения, да, это не сравнивается вообще. Потом в какой-то момент я попал в судейство, и это тоже прям был очередной такой интересный этап, потому что ты смотришь в течение нескольких дней какие-то сотни татуировок в разном стиле, разговариваешь с людьми, в контакт с ними вступаешь, слышишь их истории. Сравниваешь, как они выглядят в Инстаграме, и на самом деле это важный момент. Это, в общем, одно из самых интересных, что вот со мной в тату сейчас происходит, потому что там, кроме картинок, через тебя проходят истории людей, контакт с ними, и за несколько дней их много очень. И это там, как, не знаю, как много книг прочитать, очень такое наблюдение за людьми, за тем, что ими движут. Бывает, что ты смотришь на картинку, ну да, хорошая, и она тебя не впечатляет, но потом, когда ты слышишь историю, то, что в современном искусстве называется бэкграунд, то, что... Скрыто. Скрыто, да, перед историей, там, мифологией или что-то. И часто бывает, услышав эту историю, ты уж другим глазами потом на эту картинку смотришь. Ну, интересно очень. И человека, в общем, наверное. И человека, да. Ты, может быть, себе такое делать не стал, но все равно это, как хорошую книгу прочитал, это интересно очень, да. Ну, это здорово. Ну, смотри, вернемся немножечко к нашей главной теме. По своему опыту я знаю, что большинство татуировщиков начинают свой путь с каких-то маленьких татуировщиков, потом усложняют, потом идут в реализм, а потом приходят к своему стилю. Ну, каждый к своему. Как ты пришел именно к этой направленности? Был ли у тебя в жизни реализм? И вообще как? Почти. Как ты стал темно-то рисовать? Ну, я рисовал, у меня отец художник, и я, во сколько себя помню, вот рисовал всегда, но не обучаясь этому, ну, вот просто карандаши в руках рисовал. И рисовал я всю жизнь черно-белые монохромные, графику всякого рода разную. Меня как-то, ну, как-то это вот мое это черно-белое оттянуло. Насколько я помню, ты даже фотографии черно-белые больше наберешься. И фотографии черно-белые, да. Когда фотографом был, да, я черно-белые тоже фотографии. Вот, и, соответственно, когда решил заняться тату, я уже видел какие-то орнаментные, которых не так много тогда было, татуировки, и сразу хотел заниматься этим, в общем-то. Там мечта была, чтобы заниматься этим, и люди ко мне приходили именно за этим. Но так как информации было в 90-е мало, люди не были осведомлены, образованы, вот вообще как бывает, и просили разное. Было это нечасто. И, в общем-то, кроме фотопортретов, делал я все. Как бы и японское тату, и, ну, разные, разные абсолютно. Но при этом всю жизнь хотел делать орнаменты. И в какой-то момент один мне приятель говорит, я бы на твоем месте убрал из портфолио не орнаменты, чего я хотел сделать, но боялся. И, в общем-то, я на это решился, сделал это, и, ну, сосредоточился на том, чем на самом деле хотел заниматься. И получилось намного быстрее. Развитие стало происходить, работать стало интересно, работать стало больше. И, опять же, даже внутри этого стиля, я, в общем, вот я тату делаю на сегодняшний день 28 лет. И я продолжаю учиться, потому что все время ты можешь найти какую-то новую технику, новую какую-то фишку, какую-то примочку, в общем, что-то, что тебя может вдохновлять. Тебе интересно этим заниматься, и ты все время развиваешься. Тем более, сейчас нынешние времена тату очень быстро развивается по сравнению там с 20 лет назад. Действительно, появляются новые техники, новые стили. Все очень быстро происходит, и, ну, там, поспевать в чем-то надо. И, в общем-то, это интересно. То есть, чтобы подвести наш вот этот маленький кусочек мотивационный, для того, чтобы мастер нашел свой стиль, очень часто спрашивают, как найти свой стиль. Нужно заниматься тем, что тебе нравится, отбросить все лишнее. Ну, конечно, когда ты нарабатываешь, наверное, ты делаешь все. Можно попробовать, конечно, разные, но мой взгляд такой, что не только про тату, вообще заглянуть в себя, потому что кто-то может склоняться к тому, что приносит больше денег, или что модненько в данный момент. Но это не про внутреннее развитие. Да, не, но это про то, что татуировщики же разные, и у них такое внутреннее развитие. А мое видение такое, что все-таки, ну, как бы, я, например, сейчас, даже когда в моем стиле люди приходят за тату ко мне, если я не нахожу общего языка с человеком, и чувствую, что на уровне тела что-то не то, я отказываюсь, ну, там, корректным образом, потому как я понимаю, что я могу взять деньги, заработать их, но при этом это чувство чего-то некомфорта, оно настолько сильно бывает, что я понимаю, что это, ну, как будто я обману сам себя. Я заработаю деньги, но у меня останется какой-то неприкольный осадок очень. Для кого-то, может быть, это не важно. Для меня это важный момент, и я понимаю, что выбирать положительный осадок или деньги, я выбираю положительную какую-то эту... А то потом на психотерапевта придется и тратиться. Слушай, а у тебя бывают такие истории, и когда у тебя портфолио, мы обязательно оставим ссылку внизу, вы можете посмотреть Инстаграм Сергея, приходит к тебе человек и говорит, Сергей, мне так нравятся ваши работы все, сделайте мне портрет жены. Ну, так, дня два назад пару как раз последних людей, кто мне писали в Фейсбуке и ВКонтакте, вот примерно так и было, что очень нравится ваша работа, следим за вами много лет, но я хочу там работу вот в таком-то, таком-то, ну и образцы там присылают. Я понимаю, что в принципе я умею это делать, но не хочу. Я говорю, так вам лучше обратиться к человеку, который на этом профиле специализируется, как бы там вот. А если человек говорит, я в вас верю, Сергей, вы сможете? Ну, не, бывало, что я подписывался, иногда это получалось, иногда у меня как-то приятель типа говорит, сделай мне портреты родителей. Я говорю, я не умею делать портреты. Ну, я их рисовал вообще портреты когда-то, но это давно, последний раз было. Ну, я поэтому говорю, я могу взяться, но ты отдавай отчет, что вот риск. Он взялся, ну, типа, я взялся за это, он подписался под эту историю. Вот, и там папа получился, а мама не очень, как бы. Потом он это переделывал другого мастера, насколько я знаю, в общем-то. Ну, там были моменты, что все это еще было маленького размера, но все равно смысл, что это для него и для меня такой урок, что не надо там прыгать выше головы, да, и лезть туда, что-то делать не умеешь, например, там. Тем более, когда я говорила, что если у вас болит ухо, ну, смысла нет идти к гинекологу, дырка тоже есть, но... Стоматологу, да. Плохо пример, да, извините. Вот, да. Ладно, давай вернемся опять же-таки к Полинезии. Расскажи нам, пожалуйста, есть ли какие-то определенные правила, каким образом должна рисоваться, может быть, это какая-то имитация вырезанной кожи или какие-то обязательно плотно прокрашенные куски, каким образом ты формируешь рисунок, то есть ты там набираешь какие-то элементы, вот про это поподробнее. Ну, в общем, да, все думают, что я занимаюсь Полинезией, то, чем я занимаюсь, называется Полимикс. На самом деле есть традиционные полинезийские тату, там тоже оно имеет всякие подстили, там, Маркизская, Таити, Гавайи, там, ну и многие, они отличаются, в общем-то. Я делаю Полимикс, это такая современная версия, смесь, которая, в общем-то, как такой коктейль из элементов разных орнаментов, тату, но просто если он сделан гармонично и детали стилистические как-то так энергетически друг другу не противоречат, то, в общем-то, ну вот, имеет место быть такое явление, как бы, да. Вот, а так оно, конечно, в основном похоже по конструкции на полинезийское тату классическое, чем классическое тату полинезийское интересно, в отличие от других стилей татуировки. Это один из немногих большого количества стилей, существовавших в тату сейчас, придуманный для тату, который придуман для тела, учитывает свойства тела, анатомию тела, старение там кожи, чего, например, не учитывают реалистические, как правило, стили, которые очень сложно, круто сделаны, как правило, но они практически никогда не учитывают анатомическое строение, ну, и вот всякие вот эти моменты. приходится очень сложно выбирать место, например, под то же лицо, иначе оно будет кривить там. плюс, опять же, например, плюс орнаментных тату, если они, опять же, грамотно сделаны, потому что орнамент тоже можно сделать неправильно. Орнаментное тату хорошо сделано, оно и сблизи прекрасно выглядит, прекрасно выглядит, практически никакой портрет с трех метров не выглядит прекрасно. Ну, это дело вкуса, но это вот минус, как бы, да, такой. Ну, так как они придуманы для тату, они делаются по мышцам в идеале. Поэтому они очень хорошо подходят, мне кажется, ребятам, кто занимаются. они подходят ребятам, кто занимаются, плюс, опять же, иногда приходят люди, говорят, я очень худой, на мне нет мышц, мышцы есть на всех, они могут не быть рельефными, как у тех, кто занимается, но они есть. Если правильно расположить гармонично по мышцам тату в правильных пропорциях, оно, независимо от веса и комплекции человека, оно будет украшением для него. То, чем я тату занимаюсь и называю словом настроение, это ведется с клиентом разговор подробный, если клиенту это нужно, там, условно, если коротко рассказать, ему предлагается в себя заглянуть, и орнаменты очень разные бывают, и путем комбинации разных в них деталей, и количества черного, белого, можно регулировать тяжесть легкости, рисунка и его агрессивность, воздушность. Условно, один и тот же предмет, котик, например, в орнаменте, его можно нарисовать легким, воздушным, миленьким, а можно нарисовать такого же размера, но он будет какой-то устрашающий, например. Это просто путем комбинации деталей определенных. Но для того, чтобы это прочувствовать, надо с человеком пообщаться, я общаюсь с человеком и пытаюсь из него достать, что же ему близко. Я людям иногда привожу пример, как музыка, что музыки много в мире прекрасных, но ты слушаешь не все, а то, что комфортно тебе. Для кого-то это рок, для кого-то это какой-то транс или классика. И, соответственно, тот, кто слушает музыку, которая его, назовем, она ему приносит удовольствие, подзаряжает его. Примерно по таким же поискам я пытаюсь человеку показывать образцы орнамента, что орнамент бывает такой, бывает такой, бывает такой. Вот этот типа красивый, но ты выбери тот, который двой, как бы типа, с которым тебе будет комфортно жить. Если удается вот в этом совместном поиске вот это угадать, для меня самые классные отзывы о тату, это когда человек спустя много лет говорит, я там сонное зеркало утром увидел себя, увидел на себе тату, и оно радует, как только что сделанное, оно не стало повседневностью. Соответственно, кроме всяких вот этих анатомических моментов, плюс таких тату, ими можно перекрывать старые татуировки во многих случаях без лазерных там историй. Тоже это все от индивидуальных эпизодов, зависит, но бывают случаи, когда вот можно выбрать путь лазера, а можно путь такого орнамента. Очень это сильная штука для исправления, отвлекания внимания, закрывания шрамов неудачных после аварии, операций. И вообще особенности тела. у меня у меня были случаи, когда были такие анатомические дефекты особенности тела, которые для человека это реально неудобство и беда. и так как можно орнаментом создать такую, назовем это пятно, на которое если оно еще красивое притягивает глаз, то этим можно отвлекать. И если это удается сделать, это как пластическая операция для кого-то. удобство этих стилей. Они в этих случаях очень пригодны. Хорошо. Хорошо, у нас еще осталось что-то из плюсов. И хотелось бы услышать, есть ли минусы у этого стиля. Из плюсов орнаментных тату, например, один из плюсов еще что. Их довольно, они если правильно сделаны, они менее подвержены этому старению на коже. Примерно на мне татуировкам больше 20 лет. Я много загораю. И тату очень адекватно выглядит. И не превратились в пятна, и все очень красиво. При этом, если захотеть, их очень легко реставрировать или даже достаточно просто оживить. И это, в принципе, даже может сделать другой адекватный мастер. Что, например, практически невозможно с портретом. Потому что все-таки реализм такая штука более тонкая в этом смысле. И поэтому другой мастер может отреставрировать этот портрет. Но из-за микронюансов какой-то шаг влево и может потерять фотосходство. лучше хранить фото изначально, с чего делал мастер. если вдруг понадобится реставрация. Опять же, еще один волшебный плюс орнаментных тату, что оно может быть и маленькое, и на все тело. Если ты сделала гармонично и пропорционально, оно смотрится как на своем месте. и, например, многие тату, которые у меня в портфолио выглядят большими, они не всегда сразу большими были. Человек делает что-то на плече, два года ходит, а может всю жизнь ему хорошо, а у кого-то ощущение тела меняется, и он может через какое-то время почувствовать, что ему хочется развить это. Соответственно, эти тату, если это делать правильно и гармонично, то их можно наращивая такими блоками, постепенно увеличивая, раз в сколько-то лет, например, кому как нравится, или раз в несколько месяцев. И если это делать правильно, на каждом этапе тату выглядит законченным, оно не выглядит как недоделанное тату. Ты сделал плечо, оно выглядит как красивое законченное плечо, потом ты делаешь его до локтя, и оно выглядит как полрукава законченное. И, в общем, можно хоть на 2 см, хоть на 20 наращивать, разрастать по всему телу, и оно все время выглядит законченным, оно не выглядит недоделкой. И там, опять же, финансовый вопрос, не всегда у всех есть деньги на большой проект, а тут можно это делать пошагово, и все будет красиво выглядеть, тоже удобство. А минусы? Я не знаю, минусы. Есть ли минусы? Ну, минусы, если считать минусами, то, что в орнаментах, как правило, применяется мало красок, как бы проверенный факт, что все-таки лучше всего эта игра линий треугольников в черно-белом виде выглядит. А это именно полимикс? Полимикс, ну и вообще многие орнаменты, потому что даже для сравнения вы можете какой-то предмет в орнаменте на принтере распечатать в разных цветах, положить перед собой, и будет понятно, что черный выглядит зрительно лучше, потому что он контрастен и притягивает взгляд. Это еще и плюс из-за особенностей кожи, потому что там, не знаю, та же хохлома, которая иногда желтая, она просто будет не видна, надо думать, какой конкурс. Ну, потому что, опять же, на хохломе есть черный фон, который желтый подчеркивает, а если ее сделать без черного фона, то это будет уже никак. Да, да, опять же, плюс орнаментов, это черные люди. Это большой плюс. Это большой плюс. На них хотя бы что-то видно, как бы, типа будет. а если вы не понимаете, почему, смотрите мое видео, почему тут убледнеет, там все об этом есть поподробнее. Мы говорим сейчас с тобой про полимикс, то есть, условно, есть некие определенные стили орнаментов, да, которые существуют с древних-древних времен, и у них есть определенные свои правила, как их рисовать. То есть, ну, невозможно совсем, наверное, изобрести велосипед. То есть, мы берем какие-то элементы из разных орнаментов, можем их между собой миксовать правильно, но, не знаю, пририсовывать, наверное, в Полинезию тот же самый велосипед будет. Ну, у меня бывали такие случаи, тут все, мой взгляд, что-то дело в гармоничности, потому как все орнаменты состоят из элементов, как правило, повторяющихся. И, в общем-то, если условно это классика, то ты не выходишь за какие-то рамки. Если это что-то типа как Полимикс, в зависимости от ситуации, ты можешь выйти за рамки классического какого-то там сюжета, и в каких-то случаях это может быть плюсом для тату или пожелания клиента. Опять же, все это индивидуально, дело вкуса. А также в современное время в общем, да, получается, что это просто элементы похожие, но мастера их по-разному комбинируют с разным вкусом. Исходя из этого, наверное, формируется какой-то стиль определенный и узнаваемый почерк мастера. Как почерк, как почерк, да. Плюс стали появляться изобретаться какие-то свои элементы, и у меня есть какие-то мои фишки, которые я вот сразу увижу, что это тату там стырено у меня, потому что эту комбинацию использую только я. Как бы ее вообще никто не использует в мире больше. Вот. И как пишут комментаторы, ты просто вдохновение. Они взяли этот элемент, потому что ты человек, на которого можно работать. Опять же, да, бывают случаи, что классика – это классика, а бывают случаи, когда мне приходилось в полинезийских тату, в зависимости там от пожеланий клиентов, рисовать мотоциклы Кавасаки, истребители, там, медведей, которых не бывает в полинезийском тату, там, ну, у человека фамилия Медведев была, как бы, да. Просто надо, опять же, по правилам рисовать. Да, да, потому что смысл такой, что многим татуировщикам кажется, что я делаю цветные сложные работы, и орнаменты делать очень просто. Чтобы орнамент, любой стиль тату был классным, надо это уметь делать, надо это чувствовать. И далеко не все татуировщики, занимающиеся подобным тату, не все, ну, это как отсутствие музыкального вкуса, они делают, колят, но они не чувствуют этот стиль, как бы, и... У него же должно быть определенное расстояние между линией. Пропорция, расстояние между линией, пропорция. Это, конечно, тоже дело вкуса, потому что на каждого купца там свой покупатель, и у всех даже не очень хороших татуировщиков есть какие-то свои почитатели. Как бы, как бы, они все друг друга стоят, в общем-то, да. Вот, но мое, мое мнение и видение, что, да, человек должен обладать чувством какого-то стиля вкуса, он или есть, или нет. Его, конечно, можно воспитать, если этим как-то глубоко заниматься. А как же, как, опять же, учиться всему, сначала ты учишься рисовать, перерисовывая, там, не знаю, какие-то картины, там, метров каких-то классических, а потом начинаешь этот стиль чувствовать и начинаешь приносить что-то свое. как-то такое. Да, но это надо заниматься постоянно и вдумчиво, наверное, да, не просто тупо перерисовывать, а просто попытаться разложить этот рисунок, понять, что его особенность. Потому что это, ну, как, знаешь, как с черным квадратом, все же считают, что вещи, как черный квадрат, что, да и мой там, ребенок трехлетний так же сможет, нифига он так не сможет, потому что, когда это было сделано, там, сто лет назад, никакой ребенок так сделать не смог. После этого, всем кажется, что это очень просто, как бы, а до этого никто на такой шаг решиться не мог. И, соответственно, какие-то новые стили, да, они не так часто появляются. Это не так просто. Не так просто сделать так, чтобы этот стил был Да, чтобы это было как-то своевременно, качественно, анатомично. Вот, кстати, про набор элементов. С каким стилем возможно сочетание? На моей практике был такой вариант, когда делали какого-то в реализме, там, какого-то животного, и вокруг там делали эту рамочку из полинезии. Ну, может быть, я как не сильно занимаюсь именно этим стилем, для меня это казалось, как будто это, ну, как-то рамочка, она на передний план, реализм там сзади, как одно пятно, и, в общем, не очень-то понятно. Ну, да, это все зависит от чувства гармонии и вкуса. Потому как, если у меня цель, у меня бывают случаи, когда кто-то что-то хочет сделать смешанное, ну, персонажа, какого-то. Вот у меня вот был случай, когда недавно барышня хотела тату не совсем в моем стиле, но чтобы сделал я, тоже графический. И я говорю, а почему ко мне-то пришли, как бы, я хочу фоном сделать вот в орнаментах в этих. Соответственно, если цель, чтобы там, допустим, у нас есть персонаж, там, какой-то, там, ангел, например, в центре композиции и орнамент в этом случае является фоном, то в зависимости, что хочется, если ангел должен быть, ну, главный персонаж на первом месте, то я фон там буду делать скорее всего не черным, а каким-то, как бы там, бледный дотворк или теневыми красками, как дым сигаретный, в общем, чтобы он стоял на заднем плане. его видно, он заполняет пустоту, но он не тянет своим цветовым пятном от главного персонажа, на себя не перевешивает, да, не перевешивает. И, соответственно, бывают случаи, когда там старое тату и главный персонаж есть, но цель скрыть старое тату и, как бы, тогда, ну, в общем, это все от ситуации конкретной. В старом тату, соответственно, черное придется использовать больше, чтобы скрыть дефект старые. Давай теперь про самое сложное. На что обратить внимание обычному человеку при выборе мастера? Ну, если человек хочет именно в этом стиле тату, то, ну, мой взгляд на это такой, что человеку надо как можно больше полистать интернет. И лучше не наш. Вот, чтобы образоваться в этом стиле. Потому как, например, статьи по этим стилям на русском языке, как правило, как правило, пишут не специалисты. И правдивость там очень спорная бывает. Поэтому все-таки лучше, в общем, разные поискать источники. Короче, если пишут медведь в Полинезии означает храбрость, это враньё, потому что в Полинезии не было. Ну, да, я вот с таким сталкивался, как там, моё тату с быком, которых не бывает в полинезийском тату, я на таких форумах натыкался, что там бык символизирует, там, что-то, то-то-то-то-то-то-то. Громовная красивая подача. Вот. И ну и как бы смотреть портфолио мастеров и по много раз может это посвятить время, и может казаться, что нравится и то, и то, и то, но потом оно устаканивается. И ты просто выбираешь, к чему тебя тянет. Можно ли лично встречаться? Да, опять же, у всех разные приоритеты. Кому-то важно, чтобы мастер был дорогой или именитый, там, с регалиями. или там у него должно быть много подписчиков. Но на самом деле я считаю, что главное это смотреть портфолио, не количество там медалек, не количество подписчиков, потому что это в татуистской поговорке моя работа это моя репутация. И поэтому работа, она говорит сама за себя. Вот. И поэтому посмотрев много портфолио, можно понять, что вот все-таки работа этого человека мне больше нравится. Всегда ходить на личную встречу, не лениться поехать, и может быть не один раз, потому как, например, вот я, например, не буду себе делать татуировку у человека, который может быть очень-очень офигенный мастер, но мне по какой-то причине он некомфортный. человек говно, короче, говори своими именами, потому что это энергетика, она передается. Для меня, да, для меня у меня останется осадок неприятный, и я не буду такого человека тату делать, хотя он, может быть, какой-то именитый мастер действительно классный тату делает. Вот, и поэтому, ну это мой взгляд, мой подход, поэтому я считаю, что вам надо личный контакт, портфолио, потом аудиенция, может быть, не одна, сформулировать для себя, откуда, докуда ты хочешь, если про орнаменты говорить. Вот, кстати, как вообще объяснить мастеру, что ты хочешь, и можно ли вообще какие-то свои там хочу-не хочу вообще говорить, потому что некоторые мастера просто обрубают, как есть, извиняюсь, я перебью, там дуэт трэш-полька, например, собственно, который придумали стиль трэш-полька, воен-виста тату. Воен-виста, да. Они не разрешают, они просто говорят, пришлите мне эмоцию, которую вы хотите передать в тату. Вот это примерно то, чем занимаюсь я, но в другом виде, потому как смысл такой. Но ты берешь референсы, правильно? А они нет, они просто. Да, но сейчас в зависимости от ситуации, потому что бывает, что людям объясняешь, как эти референсы, чтобы мне уловить какой орнамент, мне надо уловить ваши вибрации, что вам нравится. И им объясняешь, что смотрите в моих работах, потому как это мой почерк, а люди после этого все равно приносят мне не мои работы. И это то же самое, что просить. Типа, у вас очень красивый почерк, но напишите мне надпись чужим, как бы, типа, да, там. Поэтому референсы бывают, что они иногда несовместимы, потому как они сами по себе детальки прикольные, но на 20 сантиметрах, какого там, например, человек хочет тату, их невозможно гармонично состыковать. И если я понимаю, что гармония не получается, вот, внутри меня что-то протестуют это тату делать. Я попытаюсь человеку объяснить, по какой причине нам надо изменить там, ну, композицию, там, все такое. Вот, и, соответственно, это все индивидуально, потому что в каких-то случаях пожелания можно слушать, а в каких-то иногда они уже неадекватны, и у людей у многих глюк, что они могут режиссировать татуировщиком или художником, на что я им обычно говорю, но вы же не говорите зубному врачу, как вам ставить пломбы, и вы не стоите в автосервисе, когда ваше БМВ там двигатель перебирает и не даете указания, как там кольца поршневые менять. Вы просто говорите, поменяйте масло, да, если мастер-мастер, он на самом деле во многих моментах лучше вас знает, как это делать. Он поэтому и мастер. Да, просто тут, опять же, вы мои работы видели, вы мне доверяете, моя работа, это моя репутация. Понятно, что разные мастера бывают, есть, которые к клиентам как к холсту относятся, что тоже... Молчи-смерть. Да, да, молчи-смерть, только как я буду, но, опять же, есть такие клиенты, которым это нравится и их устраивает, и они говорят, вот, лишь бы у этого человека что он сделает, то и, пожалуйста, как бы... Кали меня полностью. Да, вот, типа того, как есть там этот Валерио-канцельер, такой, наш тату-садист, который там больно на его тату смотреть и на видео, как он их делает. Это прям очень больно. Может быть, даже мясо немножечко в сторону летит. Почти так, да, но есть аудитории, которых, это прикалывает, и они к нему ходят, как бы, типа, в общем, они находят друг друга, получается. Вот, и, соответственно, тут, ну, тоже во всем какая-то грань и разумность нужна, потому как это все очень индивидуально. Нельзя сказать, что всегда надо слушать мастера или не надо его никогда слушать. Это очень баланс должен быть какой-то. Должны вы друг друга почувствовать, друг к другу найти общий язык, как бы, смотреть портфолио, в первую очередь. Сергей, как же ты сам выбираешь себе мастера, и какая вообще последняя татуировка на тебе была? Ты такой супер одетый, как будто ничего не предвещал, а на самом деле у Сергея костюмчик. Ну да, на мне без тату вот как раз то, что вы видите, вот, но последнее, это я как раз модифицировал на шее тату, немного там изменял его мастера, я себе как раз выбираю, каким образом. Он должен быть мне комфортен, он какой-то приятный для меня человек, на мне половину тату делает моя бывшая жена, потому как кто может быть комфортнее? Они по моим эскизам, а она очень врубается, что мне нужно, потому что у меня бывали случаи, когда я по своим эскизам просил орнаменталистов, других мастеров, но они все равно где-то вот чуть-чуть изменят, и это уже не то, что я хотел. Не могут сдержать свою почту. Да, как бы, а она очень, при том, что она не занимается этими стилями, абсолютно, но она очень понимает, что мне нужно, как раз не своевольничает и делает это очень офигенно и аккуратно, а так, ну да, у меня еще есть тату от других мастеров. Это, как правило, вот я тоже вспоминал, думал, это скорее не сколько само тату, сколько какая-то как отметка о памяти, контакта, взаимодействия с этим человеком. Вот, что это там, да, что вот мне этот человек, ну это как вот этот приятен, и я хочу вот тату у него как бы сделать. Скорее всего, для меня это вот что-то такое было, как бы, Это интересно. Ну хорошо, а какие есть особенные моменты в заживлении таких татуировок? Ой, ну тут вообще с заживлением это такая очень сложная история, потому как у всех людей разный иммунитет, организм и кожа. Плюс у каждого мастера свой уход и слушайте своего мастера. Вот, смысл, что все люди разные, живут еще в разных климатических условиях, разные иммунитеты, разным питаются, условно, разный возраст. Возраст разный, в общем, все-все очень разное. И мастера тоже немного по-разному колят. И, соответственно, практически сколько мастеров, столько и методов ухода. И, наверное, потому и нету единого метода, потому как это все очень индивидуально. И там одного мастера, который мне делал тату, он такой по всему миру ездит, в разных странах опыт имеет. Я его спросил, а ты-то что людям советуешь заживлять? На что он сказал, я людям говорю, вот это делать нельзя, и не трогайте тату, не мешайте татуировке заживать. Типа иммунитет, организм сам знает, как с этим. Другое дело, что он все-таки делает точечной техникой тату, и они на самом деле их труднее спохабить, но иногда бывает, что правда, некоторым людям не надо лишней информации, потому что ты им говоришь, используйте крем два раза, а не десять раз его используют. Каждый второй, третий человек все равно не по твоей инструкции заживляется, а как-то по-своему. Поэтому мой опыт это мой, опыт моих людей, мне кажется, тут все проще, чем тату, которые делают с цветными красками, потому как черные краски я работаю жидкими красками, они более быстро вкалываются, там нету надобности подолго работать на одном участке, ты двигаешься все время по-новому, травматизация меньше, если правильно это делать. Поэтому если правильно ухаживать, тату не беспокоить, то в общем-то должно нормально заживать, но хотя это все индивидуально, человеческий фактор. Давай вкратце, на самом деле всех волнует один важный вопрос, каждый новый клиент который мне приходит говорит, а я вот слышал от моих друзей, что есть пленка. И, конечно, мое мнение, то, что вот эта та самая пленка для заживления, она как бы подходит для некоторого вида, очень узкого вида тату-работ. И как бы подходят ли они на для полинезийской? Ну, мое мнение, что нет, хотя много татуировщиков, кто делают подобные стили, ее используют. Ну, может, я не научился, просто мне она не нравится. Лучше проверенность. Да, я просто все-таки в татуе вообще всегда берусь за то, в чем я уверен, как бы. Если у меня опыта в этом нет, я это не советую. Плюс такой же момент, что когда это какой-нибудь рукав, если замотать такой пленкой руку, ее, ну, в общем, там уже для того, что рукой двигать, проблемы. Потому что, когда это какое-то маленькое тату, один участок заклеенный, это одна история. Когда это рукав, который ты не можешь гнуть, площадь большая, тут уже могут быть какие-то неудобства, сложности. Да, она плюс складывается, и она может вроде в чем-то помогать, а в чем-то наоборот создавать проблемы. Поэтому тут... Ну, для некоторых действительно маленькие буковки какие-то, штучечки, действительно удобно. Приклеил, забыл. Для каких-то историй, да. Плюс я знаю, много татуировщиков то и на больших площадях ее используют. Но они какие-то фирмы тоже подбирают. Разные фирмы. Плюс, опять же, тату здесь и тату в Хельсинки. Там люди другой воздуха, они другой едой питаются. Там воду из крана пить можно, как бы, да. И Олеша, да. У нас можно из крана попить и покрыться пятнами, как бы, вот. И поэтому тут тоже все это влияет на иммунитет, на заживление. Как бы очень много моментов. Ладненько, окей. Вот мы заживили татуировку. Живем с ней остальные 50 лет, если повезет. Нужен ли потом какой-то уход? 50 лет, да. Ну, по-хорошему. Хотелось бы. Ну, какой, ну, не знаю. Там солнце рушит все красители. Там краску на домах, на автомобилях. Соответственно, если вы, например, серфер и все время находитесь на солнце, то ваше тату все время подвергается ультрафиолету. Полинезийские тату, например, так как полинезийцы там обычно не очень одетые ходят, да, они... И не очень белые. Да, они темные, ну, они загорелые, тату, соответственно, синеватые, но сам стиль рисунка таков, что это даже в таком цвете смотрится очень адекватно и нормально. Но при этом сейчас существуют санблоки, солнечные фильтры, мази, которые, чтобы кожа не обгорела. И там, я, например, использую там 30-й, 25-й, можно использовать 50-й или 100-й, кожа вообще не загорит, тогда и тату сохраняет. Ну, условно, при полинезийской татуировке ты можешь, если ты лежишь тушкой на пляже или там катаешься на серфе, ты мажешься всякими санскринами. А если ты едешь за рулем машины и вытащил руку, то в принципе, наверное, можно даже и мазать, она не потеряется. Да, но если ездить каждый день, как там, не знаю, таксист в машине и все время с высунутой рукой ездить, то... Ну, например, с белыми, там вообще-то, мне кажется, на 5 минут не можешь подставить под солнце. Да, тут штука такая, что у всех разный вкус, потому что я, например, я там много загораю, а тату на мне столько, что полностью... Задолбаешься мазать. Нереально это просто. В моем случае нереально. И поэтому я там приезжаю в теплую страну, я мажу первые пару дней те места, которые могут просто от активного солнца отгореть, а в моем случае это нереально. Ну и потом на самом деле стайлак, это все-таки древний стиль, он смотрится дольше. Да, и в стиле он очень нормально в этом цвете смотрится, и как бы кожа по-разному тоже ультрафиолет тупорит у разных людей. Поэтому у меня есть клиенты, кто очень парятся над цветом, они прям мажутся какими-то там 50-ми сотыми фильтрами, и на них тату, которым там 10 лет и больше, выглядит как только что сделанное. Ну тут и хрынцы индивидуально. Да, хотя тут кроме солнца кожа тоже у всех разная, и на всех по-разному спустя годы это выглядит как бы тоже такой есть момент. Ладненько, скажи мне, у тебя есть три, не знаю, пять татуировщиков прям топовых, которых ты считаешь именно в этом стиле прям крутые, но обязательно их напишешь? Ну, с полинезийскими тату, не знаю, вообще с орнаменталом их вообще на самом деле много, если там про западных мастеров говорить, ну, мне очень нравится Юрун Франкен из Голландии, мне нравится Самуэль Кристенсен из Германии, вот, Колин Зумбра, он как раз уже не полинезийский, а он уже разные орнаменты делает там, ну, в полинезийских много там, не знаю, Раниера Патутики, Марк Волос, мастеров очень много, и при этом, например, мне больше нравятся европейские мастера, чем полинезийские мастера. Они, кстати, часто как-то не соблюдают. Они делают более качественно, более подход разумный, как раз, да, я бы сказал, более серьезный такой полинезийцы, сами все такие более расслабленные люди. Но они в теплых странах, жарко, они расслабленные. Они расслабленные, Что там? Но они все фанатики своего дела, они изучают. Ну, да, я скажу, что европейские татуировщики намного более продвинуты, на мой взгляд, в изучении тату, чем те же полинезийцы, потому что, ну, это как люди, живущие на море, которые не ходят на море, и люди, живущие в Москве, не ходят на Красную площадь, как бы, в общем-то, это ему такая же история, что, в общем, изучить никогда не поздно, и они настолько сильно, может быть, не морочатся просто. А кто-то там в замке жил? Герхард Вейсбек, насколько я помню. Жил, да, сейчас он уже в Берлине. Просто чувак арендовал себе залык, и там у него была тату-студия. Он был настолько крутой, и есть крутой, но что к нему люди есть? Да, при этом он тогда работал в таком городе с не очень большим населением, а делал очень специфические такие blackwork тату. И когда у мастера есть репутация, к нему приезжаются всего мира в этот маленький город. А к тебе из Биберева приезжают, а ты знаешь, бывает, Лена, вы так далеко находитесь, я вообще не могу к вам доехать с соседней станции метро. Да, такое бывает. Есть у тебя? Когда жестко отказываешь, если людям реально надо, они сразу находят, и с кем ребенка оставить, и как с работы отпроситься. Все в приоритетах, насколько человеку. Я никогда не работаю с людьми, которые не приезжают на консультацию вообще. А какой твой образ идеального клиента? 90, 60, 110. Уф, попастеньких любишь. но если серьезно, то в принципе, это, наверное, люди, которые приходят и говорят, видел ваши работы, вот мне примерно то-то, то-то хочется. И им говоришь, ну а что бы вы там хотели? Ну, они примерно объясняют, а потом говорят, ну вы же там уже мне не раз делали, вы лучше знаете, как это сделать. Типа, я вам доверяю. И в таком случае ты рисуешь как сам себе, ты не скован никакими рамками, это прям очень от души получается. А когда тебе как раз очень много референсов, иногда они очень нестыковочные получаются, опять баланс. Ты пытаешься их воплотить, но над тобой прям такое, как давлеец, что ты зажат в рамки, ты не можешь выйти за размер тату, там, за вот эти вот детальки, которые просят употребить, и уже такое не совсем чистое творчество получается, а ты уже зажат в некоторые рамки, и они скованность определенную создают. Ну, конечно, потому что если у мастера есть определенный почерк, я вот своим клиентам всегда говорю, вы видите мой почерк, да, уже условно он сформирован, прослеживается во всех моих работах. Если вы мне говорите, я хочу птицу на банане, там, на волнах, условно, ну, она будет выполнена в моем стиле, я не смогу, ну, как бы, я не могу ее нарисовать, вам не может не понравиться, вам может не понравиться, там, условно, там, длина крыльев, но чуть-чуть поправим. Я даже вот недавно про работу с клиентами такое себе открытие сделал, что раньше я все тату, я фотографировал человека, рисовал на его фотографии, делал такой фотомонтаж, это очень много времени занимало, и в какой-то момент я перестал это делать, и несколько лет 98% того, чего я делаю, я рисую перед процессом на людях фломастером. И, по идее, мало кто из них вообще должен понимать, ну, я-то понимаю, как это будет выглядеть, мне кажется, людям вообще должно быть это непонятно, потому что это очень условно. Да ты понятно рисуешь, я видела, как ты рисуешь. Не, ну, в смысле, что это все равно, это другим цветом, там, в общем, очень отличается от законченной версии. И, в общем-то, наверное, за все это время было, наверное, только пару случаев, когда люди после такого рисунка не захотели продолжить. И я не, и очень часто я приезжаю, работы много, и у меня в большинстве случаев я не знаю, что я буду рисовать. Я беру вот фломастер, и я не знаю, что я буду рисовать. Вот момент вдохновения. Вот, и я недавно понял одну штуку, так как я сейчас как-то очень уделяю там работе с телесностью внимания и через тело чувствовать, там, пытаюсь и все такое. А это тоже работа с телесностью. Я понял, что даже когда человек молчит, и я на нем просто рисую, он на самом деле участвует в процессе и вот когда мы с ним коннектимся, без разговора даже, он мне дает какой-то импульс своим желанием, тем, что он ко мне пришел, доверием, и это просто как батарейка дает мне на нем рисовать. Как пример, я сейчас практически не могу рисовать, когда я нахожусь один дома, когда рядом есть люди, вот когда мы делали рисовалки совместные, я понял, что тут даже не в том дело, что ты рисуешь, ты просто находишься с людьми на одной волне, и ты входишь как медитация в особое состояние, при котором рисуется само, и очень офигенно. Можно болтать, мы обычно болтаем. И в общем, очень часто для этого нужно присутствие другого человека, который настроен на эту работу. И я понял, что это очень часто клиенты, которые думают, что он просто стоит, но тем, что он настроился на тату, приехал, он мне доверяет, он его хочет, мы с ним коннектимся, и он мне дает вот это движение, от которого начинается создание его тату. Да, это очень на самом деле интересно, что люди говорят. Это невозможно даже словами объяснить, но это так работает. Я прям чувствую, люди говорят спасибо, я говорю спасибо вам, они такие, ну за что, это же ты мне сделала, я говорю, да ты сидел просто, ты идеальный клиент, доверял, сидел, не ворчал, не пытался контролировать, а вот что-то мне там, ну и тогда получится супер результат. Я скажу, вот как пример, там вот я сейчас там дома неделю сидел, и в какой-то момент ко мне знакомая в гости пришла, и пока она просто у меня в гостях сидела, я с ней разговаривал. 90-60-2010 знакомые? Почти. Вот, смысл, что у меня куча таких кладбища невоплощенных идей, куча прям, очень много, очень, я как раз сейчас такой в Новый год сидел дома, я какую-то себе такую инвентаритацию делал, что-то выкидывал, нашел кучу вот этих заготовок, там, не знаю, на много лет проектов всяких всевозможных, и все, что мешает это делать? А мешает вот это отсутствие вот этого импульса энергии. У тебя есть идея, но у тебя нет импульса. И вот просто ко мне пришел в гости человек, не художник, мы просто разговаривали, и я нарисовал тоже иллюстраторская история, не татуировочная, в общем, персонажей для комиксов, которой идея про них была очень давно. Ну вот просто сесть и нарисовать, что я умею, почему-то не мог. А вот тут просто пришел человек, появился импульс, и я просто в легкую нарисовал из тех нескольких персонажей, которых можно теперь развивать. И как бы вот это взаимодействие людей, такой, ну для меня татуировщик это такой шаман в чем-то как бы изначально, это какая-то работа с людьми, с телом, доверие, контакт. Ты считаешь татуировку искусством? Мне кажется, вот эта часть разговора, она чистая. Я много лет прям очень это считал искусством, и когда мне говорили какие-то старшие товарищи, это не искусство, это татуировщики западные, это ремесло, я прям обижался, так вот, это что, я там искусство создаю. Я сейчас понимаю, что поднимать под словом искусство. Тоже очень разные трактовки. Это, да, ремесло в чем-то, ну как технический навык, в чем-то действительно, которое может быть искусством, но если оно человека радует, это какая-то вещь, которая ну радует людей, там, дети маленькие, которым еще общество не забило шаблоны, что хорошо, что плохо, вот эти какие-то, которые ходить еще не умеют дети, они нереально тату радуются. Когда приходит к ним татуированный человек, это их притягивает как магнит, и они очень, они не понимают, что там нарисовано, им еще никто не сказал, что дяде в татуировках это плохо, или хорошо, или это модно, или там он там, не знаю, в тюрьме сидел, у них нету этого, но они это чувствуют как раз на телесном уровне, по-другому, и их это притягивает, примагничивает, и это тоже о чем-то говорит, потому что дети в маленьком возрасте, они так же, как животные, еще не утеряли, как взрослые люди, природной интуиции, связи с телом, и потому что нам в детстве вбивают, там, думай головой, делай там математику, то-то, то-то, и создается впечатление, что это самое главное, это хорошо, но это не одно, то, из чего состоит, ну, как восприятие человека, да, а в природе изначально люди без математики были созданы, и была важна интуиция почувствовать, что там, ой, там, тигр опасность, дождь пойдет, там, снег, надо теплое одеваться, да, опять же, татуировка, как искусство, существует, намного дольше, чем архитектура, и любые вообще виды искусства, любые, нету более древних видов искусства, как бы. Это правда, это очень классное окончание, у меня остался один вопрос, мы говорим про один конкретный стиль, а мне бы хотелось услышать от тебя три стиля татуировки, которые имеют право на существование, по твоему мнению. Ну, по моему мнению, татуировки сейчас стилей, наверное, больше, чем в живописи, они появляются под стилей, новых стилей, модификаций, из-за этого проблем на тату-конвенциях, что невозможно в рамках конвенции это все оценить, вот, для меня все дело вкуса, оно все имеет свою аудиторию, но для меня все-таки более имеют право на существование стили, придуманные для татуировки. Это типа, как орнаментные стили, это там ориентальное, там японское, азиатское тату, ну и в общем-то, там traditional тату, которые... существуют не... Вот, наверное, что, в них стоят не амбиции художника на первом месте, а то, что это делается на коже, для носителя, и как это учитывает анатомию, свойства кожи, и как это будет выглядеть через 20 лет, как бы, эти стили это учитывают, а стиль, как реализм, этого не учитывает, хотя он технически делается сложнее, например, и тут уже, опять же, кому что нравится, как бы, потому что ко мне приходит, к каждому мастеру, я считаю, приходит своя аудитория, почти не бывает случайных людей, если ты этим занимаешься осознанно, и люди, которые делают мои тату, в большинстве случаев они их делают для себя, они... Не для оценки окружающих, они их делают для себя, ну, они тоже разные, но в большинстве случаев для себя это получается, что людям важна вот эта вот комбинация энергии и настроения, создаваемая вот этими там треугольничками и узелками, как медитация, как музыка, которую тебе комфортно и приятно слушать, как бы, да, и в общем... Это, мне кажется, вообще лучший конец, который мог бы быть. Спасибо тебе, Сергей, что ты с нами. А с вами была Елена Баски. Если вам понравилось, обязательно лайкайте, жмайкайте колокольчик, ну, вы все знаете. И обязательно задавайте вопросы по орнаменталу и по линезийским стилям в комментариях. Я постараюсь ответить. Если я не буду знать какие-то ответы на вопросы, я буду обращаться к Сергею. Я думаю, он мне поможет. Yes? Да. Муа!